Приветствую всех подписчиков и гостей моего спортивного канала. Вчерашнее поражение сборной России от канадцев стало ни много ни мало настоящим шоком для всех поклонников сборной России, так как и тренерский штаб, сами хоккеисты, да и мы с вами явно не рассчитывали уехать с чемпионата мира после неудачи в четвертьфинальном матче и не войти в четверку лучших на мировом хоккейном первенстве. Видел в ваших комментариях отклики о неправильно выбранной стратегии тренерского штаба в матчах на групповом этапе, где надо было проиграть белорусам и выбрать себе таким образом более подходящего соперника по четвертьфиналу. Не знаю, как вам эта мысль, но мне она кажется безосновательной. Раз уж сборная приехала на чемпионат за победой, надо быть готовым к встрече с любым соперником включая Канаду и на любой стадии плей-офф. Напомню, вчера в овертайме мы уступили канадцам 1-2. Единственную шайбу у россиян забросил Евгений Тимкин. Статистика матча говорит о преимуществе сборной России по нанесенным броскам в створ ворот и выигранным вбрасыванием. Так, например, у наших 25 бросков против 24 у канадцев. А вот удалялись россияне чаще, у них три двухминутных штрафа против одного у канадцев. Арбитры, на мой взгляд, отсудили не так, как хотелось бы, и к ним были вопросы по ходу матча. Единственную шайбу в основное время канадцы забросили как раз после неоднозначного удаления Владимира Тарасенко в третьем периоде. Если быть объективным, я бы выделил в нашей команде только Орлова, остальные сыграли ниже своих возможностей. Порой по ходу матча казалось, что именно Орлов находится на острие, а так и у нашей команды настолько были беззубы нападающие в составе сборной России. Вячеслав Фетисов оставил без ответа вопрос о судьбе главного тренера сборной России Валерия Брагина, подчеркнув, что этот вопрос должна решить Федерация хоккея России. Сам результат в игре с канадцами Фетисов назвал печальным. Другой двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров также отказался комментировать вопрос о будущем Валерия Брагина. Результатом он остался недоволен и назвал это провалом, учитывая, что континентальная хоккейная лига по статусу вторая в мире после национальной хоккейной лиги. Вице-президент континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский также не смог ответить на вопрос о будущем Брагина и кто бы мог возглавить сборную перед Олимпиадой в Пекине. Результатом поражения со слов Каменского могла быть неправильно выбранная тактика на четвертьфинальную встречу, к нападению сборной России у него претензий не было. А это новость последнего часа, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что Валерий Брагин должен продолжить свою работу в сборной России в связи с тем, что тренеров как перчатки не меняют. Со слов Третьяка впереди Олимпийские игры и надо доверять Брагину, который наверняка сделает правильные выводы из случившегося. Заслуженный тренер сборной России Юрий Новиков также считает, что Брагину надо остаться доработать до начала Олимпиады. А вот к подбору его помощников следует отнестись более серьезно. Кандидатура Альберта Лещева вызывает у Новикова много необъяснимых вопросов. Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов немного посетовал на необъективное судейство в матче, отметив неоднозначное удаление Владимира Тарасенко. Тактика игры нападающими сборной России его не удовлетворила, 25 нанесенных бросков явно не хватило для достижения положительного результата. Также Крикунов отметил недостаток внимания, уделяемый в континентальной хоккейной лиги перспективным российским ребятам. По его словам, первую скрипку в клубах лиги задают иностранцы. Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов обещал показать результат на стартующем чемпионате Европы по футболу, который начнется через неделю. Ситуацию с поражением от канадцев он посоветовал принять такой, какая она есть, неудача служит для того, чтобы поправиться и сделать два шага вперед. Валерий Брагин после матча отметил, что соперник грамотно сыграл от обороны, его подопечным же не удалось ее взломать. Четвертьфинальный матч, к сожалению, не стал тем матчем, когда хоккеисты сборной России показали максимум, на что они способны. Он отметил сильное неудовлетворение исходом матча как тренерским штабом, так и хоккеистами. Нападающий сборной России Владислав Каменев посетовал на то, что шайба не шла в ворота в самом ответственном матче сборной России на чемпионате мира. Ехали же все в Ригу, по его словам, только за золотыми медалями. Как бы то ни было жизнь продолжается, понятное дело, что рано соднит и не скоро заживет, но надо сделать капитальные выводы из случившегося и обязательно выправить ситуацию в российском хоккее. Так больше продолжаться не может. На этом с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.